Девушки отдыхают Вообще-то, если в этом не разбираться, то и трогать тоже ничего не надо А я ничего и не трогал Долго еще? Теперь уже не знаю Привет, пап Привет Мог бы, между прочим, меня разбудить У меня будильник не сработал Это не ко мне, это к маме Она раньше всех ушла Куда ушла? На дачу Или на работу На какую работу? Ей там предложили бешеный проект Сделать дизайн для салона красоты А на дачу поехать прибраться, подготовиться Подготовиться к чему? Ты что, забыл? Что забыл? Ничего Сашка Да У тебя же скоро день рождения Да Я не забыл Что тебе подарить? Подари мне BMX BMX А что это такое? Это велик Без сидушки, маленький На нем прыгают Глупость какая Угу Ты же хотел ноутбук Давай я тебе ноутбук подарю Нет, ноутбук мне уже дарит мама Ну, я не знаю Что-нибудь, но... Скейт Ты прекрасно знаешь Как я к этим твоим дурацким катаниям отношусь Ну да Как мама Как мама Оба против Ну давай я подумаю И что-нибудь придумаю Стихи получились Стихи получились Да 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 Я сейчас Сейчас Да Пап Что? А вы с мамой поссорились? Нет С чего ты взял? Да так Иногда так бывает Когда люди долго живут друг с другом Они немножечко устают Это нормально Устают космонавты на орбите Вот это нормально Космонавтам на орбите Очень далеко До семейной усталости То есть Викина мама права? В чем? Ну она говорит, что брак Это пожизненное заключение Ох Сказала Ну хотя Если не любишь, то может быть это и так Но у вас ведь с мамой все по-другому? У нас с мамой все по-другому У нас с мамой все нормально Вот сказать нормально Это ничего не сказать Все Пока Давай Не выпусти Мугу Мугу, иди сюда Мугу, охраняй Саньку Давай, пока Мугу, иди сюда Пойдем лапы мыть Пойдем Пойдем лапы мыть Пошли Иди сюда Да, Ольга Петровна Записал Угу Хорошо Здорово, Вась Здрасте Слыхал? Дела пошли Прямо посреди города Среди бела дня Какого-то бизнесюка Беспредельщики из двух калашей завалили Представляешь? Кто? Ну не я Оля Что происходит? Ты всегда была такой умницей Тебя кто-то обидел Ну а что случилось? Дмитрий Николаевич Ну? Меня ведь по телевизору покажут, да? Тебя покажут по телевизору И номер твоего расчетного счета тоже Я не хочу, чтобы меня Егор видел Егор? Какой Егор? Мы с ним в детском доме вместе были Только он старший В армии сейчас Он не знает, что я заболела Я ему соврала в письме Что у меня Другой парень есть А теперь он меня Такую страхолюдину увидит Ну во-первых, ты не страхолюдина И нельзя так говорить А во-вторых, Оля Это не только о тебе передача Это передача о детской трансплантологии Ты же видела, сколько в соседнем блоке деток лежат? Им всем нужна пересадка Всем Ну им хоть родственники могут помочь А у тебя никого нет А мне плевать Сдохну так сдохну Надоело все И палата это и уколы ваши И жрать ничего нельзя Замечательно Ты знаешь, по-моему, мы с тобой долечились Сколько можно? Уже всем операцию сделали Кто в этом блоке был Одна я лежу Оля Оленька Это зависит не от меня Как только у нас с тобой появится совместимый орган Я тебя сразу положу на операционный стол Сразу первой Я тебе обещаю Ты мне веришь? Веришь? Телевизионщиков я отправляю к деткам в блок Тебя снимать никто не будет Тебе же деньги не нужны Нет, нужны Я еще жить собираюсь Вы да умница Ну что? Тогда мир Дмитрий Николаевич Да А шоколадку? Ну такую маленькую можно? Оля Такую нельзя Вот такую тебе сейчас принесу Честно Честно Я сейчас Славка Дима Привет Пойдем Все в порядке Минут через сорок можете начинать работать Сейчас она под капельницей Через десять минут капельницу снимут Тридцать минут она отдохнет Ты вперед Спасибо тебе Да не за что Общее дело делаем Спасибо Извини, меня ждут Дима Как Марина? Нормально Передавай привет Хорошо, спасибо Пока Вячеслав Анатольевич Ну что? Нормально Ну как, согласилась? Дай секретку Ну сбросить Да Угу Так а Да Подскажите Опа Какая причина Многочисленная Довезем Двадцать пять А когда результаты вскрытия Ага Там было несколько холстов И две рамки Шестьдесят на восемьдесят Посмотрите, пожалуйста Ага Нет, нет, все нормально Заказ оставляем, все нормально Просто на другой день Прекрасно Завтра утром, да, да Да, могу Все, поехали Да, записываю Хорошо Диман Подождите, пожалуйста Что ел, не помню Сашка ел что-то, да Ты когда приедешь домой, ничему не удивляйся Нет, рассказать не могу Приедешь, все сама увидишь Когда буду, я не знаю Все, пока Что-то случилось? Ну ты не переживай так Я уверена, все еще наладится Ты знаешь, а меня это не сильно беспокоит В большей степени меня волнуешь ты Ничего себе Вот это заявление Скажи, а с мужем почему ты развелась? Не за меня же в конце концов Ну почему, из-за тебя тоже Ну вообще А знаешь, просто перестали мы с ним понимать друг друга Вот и все Ему хотелось обеда, уюта А мне хотелось оперировать день и ночь Ну так все в один прекрасный день и закончилось Вот так в один прекрасный день Да, представляешь, как свет в комнате выключили Раз и все Ну просто перестали видеть друг друга А потом уже и чувствовать и понимать Ты знаешь, у меня с Мариной то же самое Вроде бы живем, как жили Сашка в школе, я все время в клинике Она занимается своими делами Вроде бы ничего не изменилось А как будто бы из дома что-то ушло Кто меня там дожидается? Ну воспитательница из детского дома Дима, она уже третий раз приходит Объясни ты ей про эту Панкову Она уже замучилась здесь всех Я готова ей свою печень отдать Не надо ей свою печень отдавать Ты мне с печенью больше нравишься Пусти Ну пусти Пусти Проходите, пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Мария Сергеевна, а можно Маша? Я новая воспитательница из детского дома Я хотела насчет Толи Панковой выяснить Вы, пожалуйста, присаживайтесь Спасибо Здравствуйте Дмитрий Николаевич Очень приятно А что вы хотели узнать о Оле Панковой? Время идет и ничего не происходит Ну как же такое можно говорить? Ну что значит ничего не происходит? Мы поддерживаем ее организм Мы поддерживаем ее жизнь Когда у Оли операция будет? Я не знаю Как же так? Она мне говорила, что она уже почти полгода в клинике Вы знаете, у нас и дольше лежат У нас специфика такая, понимаете? У нас есть врачи Есть лекарства Есть оборудование А органов нет, понимаете? Извините, я на минуту скоро приду Я надеюсь, все в порядке Евгений Николаевич, подождите пару минут Две минуты буквально, подождите Там Каура в коридоре Надо что-то ему сказать Ну что делать, зови Евгений Федорович Прошу садиться Евгений Федорович, мы сделали Все, что могли Даже больше Но прогноз, к сожалению Неутешительный А он что, умер? Пока нет Но для того, чтобы он жил Мы сделали ему пластику плечевой артерии Удалили осколки Сделали ПХО К сожалению, все это может оказаться бессмысленным Потому что его печень не усваивает лекарства Он же выпивал? Ну, в последнее время не очень Не очень А вы знаете, что у него терминальный цирроз? Конечно, нет Ну, он жаловался периодически на боли Но к врачам не ходил Его после запоев какие-то знахарки вечно вытаскивали Дичь какая Ну, я понимаю, у человека нет денег Но у него ведь были любые возможности Что здесь, что за границей Почему были? Да потому что нужна пересадка органа Без нее он не выживет Какого органа? Печени, Евгений Федорович Печени Ну, и что делать? Перевозить его в клинику Грохольского Мы, к сожалению, не можем помочь Мы занимаемся кардиотрансплантацией Сердцем, понимаете? Ну, так перевозите Какой вы быстрый? У нас так не делается Сначала нужно созвониться То я не думаю, что они обрадуются, там, услышав мой голос Ладно, Лень Фразондируй почву Угу, хорошо В общем, Евгений Федорович Ситуация спорная Могут не взять Профессор Не тяните время Перевозить А всю эту вашу медицинскую лирику Можно, нельзя Это я без вас решу Как скажете Евгений Федорович Сколько? Пять красная Оба в пролете Неплохо Пожалуйста Танечка, ты не перепутала? Дмитрий Николаевич в другом кабинете Нет, не перепутала Это для Григория Антоновича Дмитрию Николаевичу есть кому чай заваривать Спасибо, Танюш, спасибо А вы ведь сегодня не обидали? Да, действительно, еще сегодня не обидал Приятного аппетита Спасибо, Танечка, спасибо Да, Григорий Антонович Попаливай Ладно, все, перестань, Володя Все, перестань Она просто до Димы не достучалась Давай Ну вот Ирина Константиновна, не побрезгуйте Благодарю Не хочу Да, трансплодология Леня, приветствую Это Гольцов, что не узнал? Богатым буду А что случилось? Любопытно, любопытно Хорошо, Леня, спасибо за информацию Давай Господа Я вынужден вам сообщить Пренеприятнейшее известие Из четвертой нам переводят А советского А кто это такой? Володя, дорогой, нельзя быть таким несведущим Это очень известный бизнесмен Как сообщили На него было совершено покушение А мы тут при чем? Дорогой мой, Володя, мы всегда при чем? Мы же трансплодологи Спасаем человечество, не так ли? Вы говорили, Ирина Константиновна Так ли, так ли, Григорий Антонович Четырнадцатый Центр донорства, диспетчер Тимофеев Да, есть совпадение Панкова Ольга Степановна Ну, между прочим, а советский Очень неплохой мужик Да, несмотря на то, что олигарх Знаете, он у нас в Новосибирске купил хоккейную команду Так его болельщики на руках носили Вот и прекрасно, мы его вылечим А заодно и всю хоккейную команду Его тоже вылечим Правильно, Володь? Угу А я вот думаю, только не дай бог Не дай бог что-то случится А надо так вылечить, Григорий Антонович Чтобы ничего не случилось Ах, лукавите, Ирина Константиновна Еще как лукавите Вы же знаете, как у нас в трансплантологии Не от врача зависит Будет жив пациент или нет От пациента зависит Будет он жить с новым органом Или новый орган Приспокойно будет жить самостоятельно Без пациента Очень интересно А что же тогда зависит от врача, Григорий Антонович Вот, например, лично от вас Ой, не поверите Вот сам каждый день об этом задумываю Здрасте, Зиночка Здрасте, простите, пожалуйста А Дмитрий Николаевич здесь? Нет, он в реанимации Из центра донорства звонили Для панковой печени есть Не может быть Может? Вот факс с анализом Нанна Викторовна, там Ходорева закончила процедуру Вы попросили напомнить Да, 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 хорошо Хорошо Людмила Васильевна Ну, Нанночка Ну, как у вас? Как дела? Ну, честно Еще не знаю Ну, мне кажется Что кожа, как у ребенка Да? Заметьте, это всего лишь После двух процедур А у нас Для особо важных клиентов Третья процедура бесплатна Ну, Нанночка Ну, ладно Я ведь не забыла о твоей просьбе Я и поговорила с мужем Насчет Гриши А, да, да, да Я вам так благодарна Пристань Словом, он говорит, что Окончательно вопрос директорства Еще не решен И в случае принятия окончательного решения Да Он будет иметь Гришу в виду О, хорошо, спасибо Да ладно Ну что, когда на третью процедуру? А Что? Э, когда вам угодно Ну, я думаю, дня через три Хорошо? Хорошо, конечно Настя Запиши, пожалуйста Людмилу Васильевну На свет Олечка Ты представляешь Я только домой пришла А мне твой врач звонит И говорит, что тебя к операции готовят И я сразу сюда Никому не звонила Ничего не говорила Вот Я купила все, что тебе может понадобиться Мне медсестра сказала Так что Спасибо Мария Сергеевна Ну, зачем вы на меня свои деньги тратите? Да перестань Ты что? Ты поправишься Пойдешь на работу И потом отдашь Все в порядке? Ты чего? Не знаю Страшно стало Я так ждала этого дня А теперь сказали, что органы есть Я боюсь А вдруг не приживется Вдруг я после операции не проснусь Вдруг это последний день в моей жизни Да ну что за глупости Ну почему не проснешься? Ты знаешь, какие тут врачи хорошие Ты же сама говорила Ну Мария Сергеевна Я тут Письма Егору в армию писала Вы его не знаете Он мне в детском доме Как брат был Служить ушел А я заболела Ну зачем я ему больная нужна? Я ему в письме наврала Что у меня другой парень есть А сама ему каждый день писала Вот Вы ему отдайте потом Если я это Если коньки отброшу Оля Ты сейчас так думать не должна Ты понимаешь, что должна настроиться позитивно Я позитивно, Мария Сергеевна У вас сигарета есть? Оля, ты что, куришь? Нет Хочу попробовать Ну я так и думал Ну где еще находиться? Здравствуйте Оля Дитя мой Идем Тебе все деление ищет Так, все Возьми Иди Ни пуха, ни пера К черту Я буду здесь Сколько операция длится? Операция на печени Длится от 6 до 8 часов Иногда 10 10 часов? Да Мария Сергеевна Езжайте домой Ну зачем вам это? Вы же практикантка Олечка, все нормально Я буду здесь Вдруг тебе что-нибудь понадобится Да она спать будет Но она может проснуться Все будет хорошо Идем Откуда привезли? Из четвертого Так, ладно Давай Тихо Осторожно, осторожно Куда его? С мотровую Донор и рецепент совпадают По группе и резусу Вторая группа крови Резус положительный Кроссматч 5% Совпадение по 4 антигенам Из 3 локусов Ну что, неплохо Да Совсем неплохо Дмитрий Николаевич Извините Из приемного покоя звонят Просит, чтобы вы пришли Там Больного привезли На машинах И с охраной О, коллеги А это советского привезли Тебе звонят в 4 больнице? Нет Ну как же так Я же предупреждал Чтобы они согласовали А кто дежурный врач? Я Ну пойдем тогда Вместе разбираться А вы готовьте Панкову к операции Хорошо Почему Кольцов Мне ничего не сказал? Да как всегда Перестраховался Леонид Яковлевич Ну так не делается Ты бы мне хоть позвонил Сначала Здравствуй Привет А я позвонил Просто мы сейчас получили По шапке Из-за того, что Резину тянули Ну вот мы и приехали По шапке от кого? От Ходорева Так это он дал распоряжение Советского сюда перевезти Ну да Понятно А ты в курсе? Я-то здесь при чем Кстати Борис Сергеевич Лично звонил Просто в приказном порядке Борис Сергеевич Вам тоже обязательно позвонит Я разговаривал с ним Буквально 15 минут назад Кауров Евгений Федорович Помощника Советского И Пикрис у вас Пожалуйста Ну что будем делать? Оформить? Ну конечно оформлять Не на улице же его оставлять Ну только я не понимаю Почему вы у себя его не оставили? Значит так Давайте без иллюзий Органа для трансплантации У нас нет Тем более срочной Мы можем предложить только терапию Я знаю, что у вас нет органа Их же распределяет Центр донорства Совершенно верно Мне там сказали Что сейчас к вам направляется Донорская печень Кто вам сказал? Они на это не имеют права Ну они может быть и не имеют Простите, а как вас? Евгений Федорович Евгений Федорович Послушайте меня Существует лист ожидания Очередность Но самое главное Чтобы совпадали параметры Донора и реципиента Орган, который к нам едет Полностью совпадает С нашей больной Который практически Лежит на операционном столе Органы, которые к вам сейчас везут По многим параметрам Совпадает с показателями Господина Осовецкого Кто же вам об этом сказал? Консультант Какой? Профессор Жбанков Ну пусть он операцию и проводит А он не против? К сожалению, у него не хватает Необходимого оборудования И органы уже везут к вам Параметры совпадают Девочка, которой мы должны Делать операцию Ждет пересадку уже полгода К сожалению, помочь я вам Ничем не могу Я на вашем месте Не был бы так категорично Ира, пойдем Вот это что? Слава Богу, живот не задет Но если бы еще живот был задет Он бы не здесь лежал Значит так Вениамин Семенович Плазму Липоевую кислоту и витамины И два раза в сутки Анализ билирубина И печеночные пробы Пока все Хорошо Листаем крови Куалаграмму Ну конечно Ты же сам все прекрасно Без меня знаешь Ну знаю, знаю Но не все А кого перерывать будем? Что значит кого? Панкову А советский на терапии А что? А все-таки Говорили его Сказали Кто сказал? Ничего еще не произошло Уже интриги сплели Давай Дима А у тебя вторым хирургом Кто будет? Ну вообще-то я тебя хотел Об этом попросить Ну я же дежурю Поменяйся с Володей У Панкова Очень хрупкие сосуды Мне нужны твои руки Привет Так Папа мне рассказал Про твой сюрприз К Олесь Ты взял щенка? Мам, это было вчера Вчера было вот это Папины тапки Это во-первых Во-вторых Твой щенок Сделал все свои дела Под твоей дверью Убирала я Сегодня ты удул щенка Проблема решена? Проблема решена Каким образом? Я его утопил Что значит утопил? То и значит Взял в мешок Засунул И утопил Саша, ты сдурел? А что мне еще делать? Саша Щенка нельзя Это нельзя То нельзя Ничего нельзя Я два года хотел щенка Саша, ты сдурел? Нет, ты сдурел? Ты вообще понимаешь Что ты сделал? Ты не мог ко мне прийти И поговорить со мной нормально? Ну что? Что? Да жил бы он здесь В конце концов Бог с ним Жил бы он здесь Мама Не утопил Муга Муга Какой ужас Какой ужас Это не ужас Это Муга Муга Саша, ты представляешь Что значит такая собака В нашей квартире? Мам Это хороший, добрый пес Он не кусается Ничего Не линяет И между прочим Очень хочет кушать Не кусается Муга Познакомься Марина Александровна Климова Значит так Большая миска У холодильника В шкафу Классный жанр Ты чудовище Да чудеса какие-то И у Панкова И у Советского Одинаковый кросс-матч По отношению к донору Мне что ты предлагаешь? Вместо Панкова А Советского Оперировать? Да нет Я ничего не предлагаю Я просто так Ну спасать-то По-любому Придется обоих А что если нам взять органы И разделить И прооперировать обоих? Вообще печень Имеет свойство регенерировать Что такое говорить Ирина Константиновна Володя Это вам что Пальчик что-ли Зеленкой намазан Сложнейшая операция На печень Я вообще говорю Как версия Какая версия Что вы говорите Вы что предлагаете Печень пополам рубануть А удельный вес Ну посчитай Нет не получается Ну я же говорил Успокоились Ирина Константиновна Вот скучно с вами Господин Гольцов Ничего Ничего Зато Тепло и уютно Знаете ли Что мы решаем Мы кого будем оперировать Конечно Панков Ну вот Пошли Ну что Гриш Нет нет Ничего Как скажешь Ребят Заходите Только дайте Побыстрее У меня нет Времени на вас Совсем Вы же сами Просили Что мы вам фотографии Показали Которые в детском отделении Сняли Ну так Из-за стекла Панкову снимайте Только не попадайтесь Мне на глаза Иначе выгоню всех Только нам сказали Что вместо нее Будут оперировать Какого-то бизнесмена Кто вам это сказал Ну там Можно? Извините Дмитрий Николаевич Там Ходорев звонит Из министерства Что-то важное Я сейчас буду Все До свидания Господин Советский Сейчас Спонсирует Очень важную Государственную Программу Я просил бы вас В первую очередь Прооперировать его Да Но существует Лист ожидания Нет Ну конечно Я знаю Лист ожидания Но есть же Исключение Но у нас уже назначена Операция У Панковой Врожденное нарушение Обмена веществ Ей 16 лет Вы понимаете Что означает Ваш отказ Я очень хорошо Вас понимаю Да нет Голубчик мой Вы не понимаете А я вам сейчас Напомню Что вы не были Директором И никогда Им не будете Дурак Здравствуйте Здравствуйте Передайте А можно я ее С собой возьму Оль куда В операционную Нет Нельзя конечно Таня Но она мне Как талисман От меня Когда мать В роддоме Отказалась Кто-то из медсестер Подарил Чтобы я не плакала А потом Она со мной В дом малютки Поехала А потом В детский дом Потом сюда Потом сюда Олечка А хочешь Я ее перенесу В послеоперационный бокс Хочешь Она тебя там подождет Так все Оль давай Давай ручку И не кричи Ну перестань Не больно Господи Господи Ну что же теперь будет А Ну сколько раз я просила Его с охраной ездить И ему это сопровождение Выделяли Ты скажи спасибо Что он сам за рулем был А водителя рядом посадил А то все могло По-другому закончиться Боже мой Ну что же теперь будет Надо вызвать адвоката Зачем Я уже все решил К делу подключены Самые высокие лица Я ничего не понимаю Что происходит А что тут понимать Не иначе как и советского Оперировать будем А кто будет оперировать Ну Я не знаю Может там Дима Может вон Ирина Константиновна С собственной персоной Она у нас все время В бой рвется Григорий Леонидович А вы так как сами Да запросто Оперировать могу Ой Фу Пойду только давление померю Ой что-то затылки жмет Не пойму что происходит Сейчас Ребята Сейчас Ой Что ж такое-то Прям напасть какая-то Иннокентий Степанович Добрый вечер Климов А при чем здесь моя карьера Таня Таня Танюш Ой что-то худо мне Будь добра Подойди в ординаторскую С аппаратиком Ага давление померяем Давай скоренько Давай Ага О Фух Оф Оф Пока занят Ему Иннокентий Степанович Звонит По телефону Может быть чайку Да нет я не могу быть гибким В данном случае Мало того я просто не хочу быть гибким У нас что естественный отбор в клинике Выживает сильнейший Нет Иннокентий Степанович Я врач И я должен поддержать слабого И в данном случае При всех равных шансах Это Панкова Ну что там 180 на 110 Григорий Антонович Вам сейчас не оперировать А самому полежать нужно Не 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 О чем ты говоришь Какой полежать Это Танюш Не в моих правилах Нет Скажут что оперировать Значит будем оперировать Тогда я Климову сама расскажу О вашем давлении Так прекрати Прекрати Не надо никому ничего рассказывать Давай помоги Помоги У нас и так В отделении Какой бардак начался Все из-за этого советского Я знаю Кстати откуда ноги растут Все от этого профессора Жбанкова Ох он леса хитрый Крутит и вертит все Я его кстати очень хорошо знаю Фу Худо мне Григорий Антонович Давайте я подготовлю гипотензивную уколечку А давай-ка подготовь Сейчас подойду Я быстро Да Господина заветки у нас надо будет Стояние стабильно тяжелое Ладно Можно? Дима, что случилось? Да Да нет ничего, все нормально Что сказал Грохольский? То же самое, что и Ходорев Оперировать надо советского Странно Мне казалось он другой Ира, он действительно другой Он сказал, что все мне объяснит Вообще что-то странное с ним происходит Нам сказал, что он в отпуске, жене, что в командировке Значит у него роман Но я шучу Да хоть два романа А советский здесь при чем? А может надо было в самолетную и в Испанию? Мне сказали, там с этой пересадкой органа вообще никаких проблем Может быть в Испании Но время Время А здесь появился подходящий орган Директор клиники упирается Говорит, операция кому-то назначена Но я думаю, что все решится с минуты на минуту Вообще-то операция Оли Панковой назначена Простите, вы кто? Я воспитательница из детского дома И я тут представляю Олины интересы Олины А что, у Оли есть интерес? Конечно, есть Ну, вы представляете, представляете Кто такая Оля? Не обращай меня Вы меня извините, конечно Но я хочу насчет Панковой узнать А кто вас сюда пропустил? Надежда Петровна, я вас очень прошу Послушайте, я никуда отсюда не уйду Я тут останусь и буду всю ночь сидеть Милая, ну зачем же так? Ну что в самом деле? Ну, пойдемте Ну, не охрану же мне вызывать Мария Сергеевна, будьте добры Подождите меня в коридоре А я к вам подойду Хорошо? Да Гриша, найди Володю и зайдите в кабинет Грохольского Срочно Да, нужно провести консилиум Понял, а сейчас будем Я веду Панкову со дня ее поступления У нее очень непростая ситуация по совместимости с донорским органом Нам, можно сказать, вообще повезло Я не понимаю, как можно отменить операцию И что ей сказать потом? Володя, ей-богу, ну ты как маленький ребенок Температура есть? Есть Легкая инфекция в организме есть? Есть, дорогие мои Ни о какой операции речи быть не может И не надо ни перед кем оправдываться Я не знаю, откуда ползут все эти слухи Вернее, я знаю Но я вам всем хочу сказать А советского оперировать мы сегодня не будем А как же министерство? А при чем здесь министерство, Гриша? У нас есть лист ожидания Что ты говоришь, Дима, когда вы с Ириной Константиновной оперировали этого, как его, парня-сектанта Совершенно без листа ожиданий И ничего, все нормально прошло Там была другая ситуация Там вопрос о донорском органе не стоял так остро Зачем тогда нам вообще этого советского привезли в клинику? Что, мы его в одеяло завернули, что ли? Ему назначено лечение Ой, боже мой Коллеги Давайте будем рассуждать логически Донорский орган есть? Есть Все параметры совпадают? Совпадают Другого идеального шанса больше не будет Я считаю, надо оперировать о советского А эта девочка, как ее? Панкова Панкова, девочки Сколько лет? Семнадцать Шестнадцать Тем более Подождет Организм молодой Как-нибудь справится А что мы с отцерозом делать будем? Что вы смотрите на меня? Что вы молчите? Я сегодня не прав, что ли? Гриша Ты оперировать будешь? Я не знаю Кто угодно Могу я Правда Сегодня у меня Что-то под двести давления Едва на ногах стою А насчет Панковы ты ошибаешься Она уже полгода лежит у нас на терапии Ее состояние не улучшается Я бы даже не назвал его стабильным А все потому, что мы постоянно увеличиваем дозу лекарств Но в один прекрасный момент организм может не выдержать И наступит предел А органа у нас не окажется Я не знаю Я знаю Мое решение Мы оперируем Панкову Попробуем Давай, Валя Камеру Все Все под крышу Все хорошо Будь эмоцией. Ну, что там? Что? Почему? Он что, совсем плохой? Ну, бред. Так, что случилось? Все нормально. Я сейчас. Ты что, хочешь, чтоб тебе через каждый час звонили сверху? Не надо давить на меня. Я не давлю. Ты меня не учи. Ты слушай, что тебе говорят. Тебе сказали оперировать о Советского. Что значит сказали? Пока я исполню обязанности директора клиники, решение принимаю я. Да всем плевать на твои решения. Есть решение сверху. Оперировать о Советского. Если ты это не исполнишь, тебя не только директором в районную клинику не возьмут. Санитаром туда не возьмут горшки выносить. Тебе ясно? Покиньте отделение. Нет, ты явно сумасшедший. Чего ты хочешь? Хочешь стать директором клиники? Ты им станешь. Хочешь денег? Господин Советский не бедный человек. Скажи, сколько тебе надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Можем? Скальпель. Вы только на нас не обижайтесь. Сегодня просто день такой. Знаете, всё сразу навалилось. Да, я понимаю. Я не обижаюсь. Пожалуйста. Спасибо. А вы упрямая. Да, есть немного. Кстати, а что вы в воскресенье делаете? В воскресенье? Да. А сегодня какой день? Сейчас, секунду. Ординаторская. Доброй ночи, Марина Александровна. Нет, Дмитрий Николаевич на операции. Мы только начали. Да, надолго. А вместо меня сегодня Оленьевич его ассистирует. Да? Нет, ничего. Доброй ночи. Вам на море не хочется? На море всем хочется. Да. А куда? Просто на море. Всё равно куда. Вяжем. Тупфер. Пинцер ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Помогите. Лизать, лежать. Зажим. Еще зажим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Алло. Привет, Славка Лобачев. Нет, нет, не сплю, Слав. Что ж, ну когда ты позвонишь. Нет, могу говорить, Слав, могу. Я вообще сейчас, судя по всему, свободная женщина. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А, Славка какой ты, а. Спасибо, Слав. Правда, спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...